Добрый вечер, доктор Ватсон 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 Дальше. Тем более не следует никого принуждать к любви силой, если только это не доставляет вам удовольствия. Отлично. Не следует никого принуждать к любви силой, если только это не доставляет вам удовольствия. Что, если доставлять удовольствие, значит можно? Определенные круги, в которые мы оба были вхожи, все еще открыты для вас. Воспользуйтесь возможностью провести время в компании здоровых, респектабельных людей, не присмыкаясь перед этими парнями. И ради бога, избавьтесь от своего жуткого сундука. Кто знает, что люди, которым вы показываете его, думают и говорят об увиденном, похваляясь перед своими дружками. Ваш бывший возлюбленный Генри. Отлично. Похоже, доктору Тамблти мужчины нравятся больше, чем женщины. Поэтому у доктора был пистолет, чтобы держать в узде молодых людей. Какой кошмар вообще. Ужасные вещи мы расследуем с вами, друзья. Так, ну и вот, пожалуйста, какой-то здесь сундук есть. Давайте сначала еще одну записку почитаем. Еще одно письмо. Не понимаю, как вы оказались в таком положении. Ваши пламенные речи о войне должны были убедить многих. Я до сих пор помню, как вы пародировали его на том собрании. Вы встали в настолько характерную позу, и эти слова, Виксбург ключ к победе, в войне не будет конца, пока этот ключ не окажется у нас в кармане. Мы все аплодировали. Думаю, сам Линкольн аплодировал бы вам. Как редко нам удавалось посмеяться в те тяжелые дни. Столько смертей, а в довершении всего наш президент убит этим трусом. Уверен, что он присоединился к мученикам Геттисберга, погибшим за то, чтобы на следующий день ключ к войне очутился у нас в кармане. Вообще непонятно, что это. Если письмо было адресовано ему, то, видимо, доктор участвовал в гражданской войне в Америке. Виксбург. Ключ. Так-так, интересно. Да, интересно, но пока, друзья, мне не совсем понятно. Так, вот чемодан. Так, минуточку. Следы те же, что и у двери. Должны быть, это следы Сквиби. Он ударил Тамблти, а тот уронил одну из своих банок. А потом сбежал. Элементарный Холмс. Превосходно, Ватсон. Так, что у нас здесь? Я так чувствую, что сейчас мы будем разгадывать очередную загадку, связанную с сейфом. Но давайте попробуем. Судя по внушительным размерам, этот сундук служит в качестве платяного шкафа. Совершенно уникальные замки. Что думаете, Ватсон? Смотрите, Холмс, тут название битв гражданской войны в Соединенных Штатах. Так. Ну, это понятно. Взгляните-ка. Пять замков с шестизначным кодом. Это, видимо, даты. Холмс, у меня такое впечатление, что указанные даты соответствуют сражениям. Но одной даты не хватает. Интересно, какой же даты не хватает. Вот этой, да? По всей видимости. Или нет? Понятно, что сейчас мы с вами будем выбирать соответствующие головные уборы. Те головные уборы, которые соответствуют. Соответствующие соответствуют. Понятно. Так. А вот флаги тоже меняются. Отлично. Вот вы знаете, я бы, конечно, был бы очень рад, если бы я вообще хоть одно бы это знал. Там, сражение. И каким-то образом... Холмс, у меня такое впечатление. Каким-то образом понимал, вот что здесь должно быть. Ну, допустим, Геттисберг. Это должно быть Соединенные Штаты Америки. Я так полагаю. И раз речь шла... А, подождите. Так, смотрите, как интересно. То есть здесь определенный набор флагов. И я здесь не вижу Соединенных Штатов на самом-то деле. А раз речь идет о Линкольне, значит, какая-то шляпа должна быть вот такая. Я-то, думаю, вот такая. Да, друзья. Эта загадка мне точно не по зубам. Я реально не знаю, о чем здесь идет речь. Форд Самтер. Антиэтам. Ченселлорсвилл. Геттисберг и Виксбург. Я вообще понятия не имею, что это такое. А смотрите, внизу все совпадает. То есть здание суда в Апоматоксе. Флаг соответствующий. Цилиндр соответствующий. 0904865. И вот здесь даты стоят. Ну, давайте хотя бы посмотрим еще раз шляпы. Вот это что-то такое совсем, по-моему, древнее. И вот даты 12.19.771. 19. Так. Здесь просто 71, что ли? Форд Самтер. Да. Это вообще совершенно потрясающе. Я понятия не имею, что это означает. Так, друзья. Ну, единственным способом, то что вот разгадать эту загадку, я так полагаю, это посмотреть, что же это за события, когда они были. Потому что я вот, ну, как бы реально не знаю, что это. Неужели люди, которые играют, допустим, в Шерлока Холмса, ну, как в игру, да, они могут вот наизусть вот это все знать? Не представляю. Ну, да ладно. Давайте сейчас я попробую выйти, посмотрю где-нибудь, что же это за сражение, кто у них участвовал, и тогда уже какое-то решение можно будет принять. Так, ну что ж, продолжаем. Достаточно немного времени у меня потребовалось для того, чтобы найти вот эти все моменты. Значит, обратите внимание, что везде стоят соответствующие даты, которые означают битвы, значит, битвы при определенных местах. И, в принципе, понятно, что, допустим, вот эта дата сюда вообще была ни пришей, ни пристегни. Так же, как и 68-й год, то есть имеют значение только вот эти даты, 63-й, 63-й, 62-й год, 61-й год. Это как раз годы гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, когда конфедераты противостояли, ну, Соединенным Штатам Америки, собственно. Вот. И, в общем-то, здесь у нас, обратите внимание, Ватсон сказал, что одной даты не хватает. Я сначала не понял, почему. Но сейчас понятно, да, что если 68-й год и 71-й год мы с вами отбросим, то, соответственно, остается у нас всего лишь 4 даты. А 5, значит, здесь, как это называется, 5 значений, куда можно вписать это все. Ну и, соответственно, понятно, что Вигсбурга, Вигсбургской даты здесь нет. Я ее посмотрел, вот, насколько я понимаю, 8 июля 63-го года, то есть сразу во время срождения при Геттисберге случилось потом и сражение в Вигсбурге. Ну, здесь два варианта. Либо 8-й, 07-й и 63-й, либо 03-й, 07-й и 63-й, потому что, в общем-то, в Википедии две вот этих даты. То есть 8-го и 07-го закончилось, а 0-3-го и 07-го, в принципе, та же самая дата, что и при Геттисберге. Вот. Ну, и понятно, что я вот не рожна вообще, не понимаю вот в этом во всем. То есть, ну, если вы понимаете, вы молодцы. Ну, я как бы вот реально не соображаю, какая шапка принадлежит какому флагу. Я только подсмотрел, что... Ну, как подсмотрел? Имеется в виду, что я увидел в Википедии, что вот этот вот флаг, ну, как бы он означает флаг конфедерации, конфедеративных штатов США. Поэтому, в общем-то, все остальное только перебором. То есть, вот таким вот образом я делал, каждому флагу сопоставлял, соответственно, шапки. Вот. И когда вот эти засовы справа открывались, стало, ну, становилось понятно, что я на верном пути. Вот. Но пока почему-то у меня не получается, соответственно, сделать то же самое. Скорее всего, дело все-таки в дате. Сейчас мы в этом убедимся. Просто не хотел без вас этот момент делать. По-моему, я уже по 20-му кругу здесь иду. Вот. Ну, давайте попробуем тогда... Ой. Прошу прощения. Давайте попробуем 0.3, 0.7 поставить. Так. И сделать то же самое. Вот. Конечно, со стороны это выглядит не очень. Но, как я уже говорил, я ничего в этом не понимаю. Поэтому, соответственно, единственный способ это вот таким вот перебором... Ой. Так, да. Ну, давайте. Ладно. В общем, я в целом вам объяснил, что здесь, как решается. Поэтому, соответственно, можно будет уже вернуться тогда, когда я подберу то, что нужно. Так. Ну и продолжаем. В общем-то, понятно. Здесь я допустил небольшую ошибку. Не 0.3, 0.7, а 0.4, 0.7. Поэтому, соответственно, вот как-то так. Значит, единственное только что... Сейчас нужно подобрать верную комбинацию. И мы, соответственно, с вами продолжим проходить. Где-то вот я уже близко должен быть. Элементарно. Отлично. Так. Ну и что же? Что за ужас, Холмс? В этом сундуке 4 банки, а в них что-то плавает. Не просто что-то. О, боже. Это же человеческие органы. Ватсон, а вы не могли бы определить по виду, какие именно органы? Я бы сказал, что это часть женской репродуктивной системы. А эти образцы свежие? Нет. И я совершенно уверен. По цвету и внешнему виду я бы сказал, что эти органы в банках уже несколько месяцев. Может быть, даже лет. Отлично. Отправимся на Бейкер-стрит. Так что же получается? Этот у нас герой-то, может быть, это то же самое, что и в Молчании Ягнят. Он хотел себя в женщину, что ли, превратить? Не пойму никак. И это единственное пока, ну, то, что мне приходит в голову. Здесь кто-то есть? Да. Так. Ну, и что дальше? Что происходит, Финли? Похоже, вы чем-то напуганы. Двое полицейских спрашивали, не заходил ли сюда кто-нибудь подозрительный. Убийца с Майдчеппелл снова нанес удар. И если я все правильно понял, за последние несколько часов он убил двух женщин. Где? Я не знаю. Полицейские ничего мне не сообщили. Скорее, Хоунс. Нужно догнать их. Вовсе нет, Ватсон. Мистер Финли, вы не знаете, у доктора есть другой багаж, кроме этого сундука. Еще один-два чемодана, кажется. Вы стираете для него белье? Жена стирает вещи постояльцев раз в неделю, вместе с простынями. Вы сможете сразу же сообщить нам, если доктор снова появится? Конечно. Но я как раз волнуюсь, что он не вернется. Понимаете, беспокоюсь из-за ключей. Хоунс. Да, интересно. Убийцы из Уайтчеппелл прямо сейчас совсем близко, а мы так и будем здесь стоять. И палец о палец не ударим. Убийца из Уайтчеппелла всегда был рядом. А что вы предлагаете делать? Отправиться на место преступления? Смешаться с толпой и еще больше натоптать там? Нет, наше время еще не пришло. Вернемся на Бейкер-стрит. Да, Хоунс остается верить себе. Вернемся на Бейкер-стрит. Дом, милый дом. Так, это произойдет автоматически все-таки, да? Да. Мы были в двухстах футах от первой жертвы всего за пару минут до убийства. Возможно, даже слышали голос преступника. И мы ровным счетом ничего не сделали за прошедшую неделю. Ватсон недоволен. Вы ничего не сделали, Ватсон. Я же напротив работал. И как вам известно, на этой неделе я выяснил и проверил все четкие факты по поводу двух убийств. И набросал кое-какие записи. Они на моем столе. Прочтите их снова и попробуйте окинуть взглядом всю картину. Так, записи по убийству Лиза Страйт в Датфилдс Ярдс. В Датфилдс Ярд. Записи по убийству Лиза Страйт в Датфилдс Ярд. Часть полученных сведений необходимо проверить. Лиза Страйт. Уличное прозвище Длинная Лиз. 45 лет. Рост 5 футов 5 дюймов. Подрабатывала проституцией. Ну, понятно. Последние три года поддерживала бурную связь с Кидни. Докером. 36 лет. Ушла от него несколько дней назад. Подала на него в суд за нападение. Но не явилось на слушании, из-за чего иск был отклонен. Тело жертвы было найдено Луи Дамшутцем в час ночи 30 сентября. Его первой мыслью, прежде чем забить тревогу, было проверить, жива ли жена, живущая в соседнем доме. Два врача, явившиеся на место преступления по вызову полиции, сразу после обнаружения трупа, установили, что смерть произошла после 0046. Причина смерти – потери крови вследствие ранения в шее. Орудие убийства – небольшой нож с крупным тупым лезвием. Последнее замечание необходимо проверить, мог ли убийца нанести рану другим орудием. Так, давайте дальше. Ни тело, ни одежда не были повреждены или испачканы преступником. Правая рука лежала на груди, разжатая и покрытая кровью. Левая рука лежала на земле, в ней был зажат пакет постилок. Тело было обнаружено в Датфилдс-Ярд, выходы откуда ведут на Бернар-стрит, Вайт-Чеппелл. Угу. Место находки – внутренний двор. Жертва была найдена на земле в нескольких сантиметрах от стены соседнего здания Международного образовательного рабочего клуба. Интересно. Большую часть этой организации составляют иудеи русского и польского происхождения. Тем вечером в клубе шла конференция на тему «Почему иудеям следует быть социалистами?» под руководством мистера Морриса Игла. Собрание закончилось около 23.30, но многие члены остались в клубе на дискуссию и песнопение. Американец, присутствующий на собрании, заявил, что был во дворе в 0.20 и не заметил ничего необычного. Затем он вернулся в клуб, но время, в течение которого отсутствовал, можно назвать лишь приблизительно. Показания двух свидетелей были опубликованы в прессе констебля Смита, который патрулировал район в тот вечер, и венгра по фамилии Шварц, который пришел в участок с переводчиком, поскольку не владеет английским. Интерпретацию показаний в газетах необходимо проверить и рекомендуется по возможности свериться с точным источником. Одежда жертвы и список личных вещей, найденных при осмотре тела. Одежда. Длинное пальто из черной ткани, отороченное снизу мехом, а такс приколоты красной розой и белой веточкой папоротника. Интересно. Черная юбка, черная креповая шляпка, на шее клетчатый платок, завязанный слева, корсаж из темно-коричневого бархата, две нижние юбки из легкой саржи, белая сорочка, белые чулки, демисезонные ботинки, два носовых платка на одном пятна фруктового сока, наперсток, шерсть, намотанная на картонку, в кармане нижней юбки ключ, ключ, огрызок карандаша, шесть больших пуговиц и одна маленькая, расческа, кусок сломанной расчески, металлическая ложка, крючок от платья, кисельный лоскут, один-два клочка бумаги. Интересно. Так, записи по поводу Кэтрин Эдоллс. Кэтрин Эдоллс, 46 лет, рост 5 футов, подрабатывала проституцией. Ну, разумеется. В течение 7 лет имела регулярные отношения с Джоном Келли, не имеющим определенного места работы, примерно в одного возраста жертвы. Тело было найдено 30 сентября в час 44 ночи, патрульным констеблем Онткинсом. Сторож со складной неподалеку от места преступления помог стеречь тело. Со слов доктора, явившегося на место преступления 18 минут третьего ночи, смерть наступила примерно полчаса назад. Это маловероятно, ведь мы знаем по опыту, как трудно точно определить время смерти, если тело в плохом состоянии. Причина смерти – потери крови вследствие ранения в шею. Опять же. Коронер также подтвердил, что остальные удаления органов были произведены уже после смерти ножом с длинным лезвием. Преступник был правшой. Жертве были нанесены множественные ножевые ранения. Тело лежало в темном углу Миттер Сквер, известном месте встречи проституток с клиентами из-за плохого освещения. Необходимо уточнить, что утром этого дня жертва была выпущена из ветрезвителя на Бишоп Гейт Стрит из ветрезвителя. Констебль Онткинс заходил на Миттер Сквер со стороны Миттер Стрит в час 30, а констебль Харви в час 42 со стороны Чорч Песседж. Оба патрульных не заметили ничего необычного. Однако, в отличие от Откинса, констебль Харви не заходил внутрь Миттер Сквер. Сторож, который пришел на помощь Откинсу после обнаружения трупа, во время убийства был на посту. Дверь его склада находится в нескольких футах от места, где умирала жертва. Однако, он ничего не слышал до появления полиции. Стоит отметить, что одежда Кэтрин Эддлс весьма специфична, в особенности зеленая узорчатая юбка и сица. Также белый мужской жилет. Часть ее вещей, включая наперсток, были найдены возле тела. Из белого передника жертвы был вырван клок. Констебль Арфред Лонг обнаружил недостающую часть. Для проверки лоскут пришили к переднику. Так. Около 2 часов 55 в ночь убийство... А, ну понятно, был вырван клок. Констебль Арфред Лонг обнаружил в 2.55. Все понятно. По словам Лонга, лоскута не было, когда он совершал обход около 2.20 ночи. А кровавленный клок передника был найден около входа в дом. 108-119 в Эддворт Модел Двеллингс на Голстон-стрит. Язык сломаешь, честно говоря. Справа от входа, непосредственно над лоскутом, обнаружено следующее надпись мелом. Жидов больше не будут винить без причин. Жидов больше не будут винить без причин. Учитывая, что здание Ветворт Модел Двеллингс почти полностью заселено иудеями, а на Голстон-стрит расположен крупный и популярный рынок, он принял решение стереть надпись Дора Света. Личные вещи и одежда Кейт Эддлс. Одежда черная. Ну так, одежда. Черная саламинная шляпка, отделанная черным и зеленым бархатом и бусинками. На голове повязаны черные ленты, длинная драповая куртка, воротник и манжеты отделаны искусственным мехом. Карманы украшены искусственным мехом и шелковыми лентами. Крупные металлические пуговицы. Темно-зеленая сицевая юбка с коричневой пуговицей на поясе. Юбка украшена узором из цветов. Астр и лилий. Белый мужской жилет, спереди пуговица в тон. Коричневый корсаж, воротник из черного бархата, спереди коричневая пуговица. Серая нижняя юбка на белом поясе. Старая зеленая юбка из шерсти альпака, одета вместо белья. Очень старая, потрепанная синяя юбка с красными оборками. Мужские ботинки на шнуровке с шерстяными шнурками. Правый ботинок зашит красной ниткой. Большой лоскут газовой ткани завязан на манер шириного платка. Большой носовой платок. Большой белый платок из хлопка с орнаментом птичьих глаз. Белого и красного цвета по краю. Два кесета из неотбеленного хлопка на тесемках. Один кесет из матрасной ткани в синюю полоску. Вязаные чулки коричневого цвета заштопаны белыми нитками. Личные вещи. Две маленькие синие сумки. Две черных глиняных трубки. Жестянка с чаем. Жестянка с сахаром. Пустой спичечный коробок из жести. Двенадцать белых тряпок. Кусок белой льняной материи. Треугольный кусок синей-белой ткани для рубашек. Красная фланелевая материя с иголками и булавками. Шесть кусков мыла. Какой кошмар, зачем ей шесть кусков мыла? Один частый гребень. Один столовый нож с белой ручкой. Одна железная ложка. Один красный порт сигар с металлическими вставками. Пеньковая веревка. Белый передник с заплатками. Несколько пуговиц и наперсток. Белая металлическая коробочка для горчицы с двумя залоговыми свидетельствами. Ага, залоговые свидетельства. Одно у нас на руках. Одно на имя Эмили Баррелл, Уайтсроу, 52, от 31 августа, на мужскую фланелевую рубашку. Другое на имя Джейн Келли, Дорсетс 36, от 28 сентября, на пару мужских ботинок. Оба адреса вымышлены. Печатная листовка, сломанные очки, красная варежка. Интересно, друзья, зачем нам вот такие подробности здесь? Понятно, что читать интересно, но смотреть вам наверняка неинтересно на то, как я читаю. Но вот такие вот детали, они характерны для Шелка Холмса. Я уже сотню раз их прочел. Лучше скажите мне, что делать? Поставьте реальную задачу, потому что... Разыщите бойню, которая бы предоставила нам колоду мясника на час. И найдите... Вы говорили, какое животное с точки зрения физиологии сходно с человеком? Э-э-э, свинья. Даже не знаю, зачем спросил. Поспешите и достаньте дюжину свежих свиных голов, Ватсон. Но не крупных. Я бы предпочел небольшие. Свиноматок? Точно, Ватсон. Как только разберетесь с этим, дайте мне знать. Я попрошу вас отправиться на поиски в Уайт-Чеппел. Кто знает, может быть, вы узнаете, где может прятаться доктор Тамблти. Кстати, там на бойнях и в мясных лавках предостаточно свиных голов. Ну вот, как-то так. То есть, на самом деле, сейчас нам нужно заняться ничем иным, как пойти на поиски свиных голов. Ну что ж, ладно, друзья. Наверное, на этом мы серию прекратим. Я уже, наверное, серию шестую и седьмую подряд сегодня записываю. И, пожалуй, нужно немного передохнуть. Но игра, тем не менее, очень интересная. Я надеюсь, что она вам нравится. Если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Добрый Макс. Обязательно увидимся в следующих сериях. Повествование ведет все быстрее и быстрее. Ну что ж, всем пока. С вами был Добрый Макс.